Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас есть уникальная возможность с вами, неповторимая возможность, когда мы можем, собравшись в Доме Божьем, послушать из книги Священного Писания, для того, чтобы еще обогатить своего внутреннего человека, чтобы Господь мог сегодня поработать над нашими душами. Для этого, братья и сестры, мое желание сегодня прочитать из двух мест книги Священного Писания. Первое место послушаем, записана книга Бытие, первая книга Моисея, глава шестая, первых четыре текста читаем. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. И сказал Господь, не вечно духом моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть дни их будут сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим». Второе место послушаем, записана Евангелие от Матфея, глава двадцать четвертая, стихи с тридцать седьмого по тридцать девятый. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии сына человеческого». Между тем, что переживали люди во времена Ноя, и между тем, что люди будут переживать в последние дни, когда Господь наш Иисус придет на эту землю, для ожидающих его воспасения и для суда над теми, кто не покаялись, не покорились благовествованию вечного живого Евангелия. Состояние людей будет одинаковым. Мы с вами прочитали этот текст. Люди не думали. Люди были заняты и поглощены своими делами. Люди считали, что то, что они делают, является уникальным, сильным и очень значимым. На это тратились силы. На это тратилась энергия людей. Но Господь говорит, самое важное, что нужно было делать, эти люди не делали. Вы знаете, я только что сегодня немножко уделил внимание, посмотрел на то, для русской космонавтики и для астронавтов Америки очень частое явление то, что ракеты падают, задачи не выполняются. И вот одна из таких трагедий произошла в 1986 году, в январе месяце, когда Челленджер на 73-й секунде взорвался на высоте 17 километров от поверхности Земли. Очень много людей работают над этим. Более 30 лет люди пытаются докопаться до истинных причин этой трагедии, которая унесла жизнь семи космонавтов. И очень дорого обошлось крушение этого корабля. Почти полтора миллиарда долларов американских. До сегодняшнего дня еще лучшие умы не оправились после того шока, который пережила не только Америка, но и все страны. Интересно, одна из особенностей была. Люди очень хотели, во что бы то ни стало, в самые кратчайшие сроки вывести спутник на орбиту вместе с астронавтами. Но не мешали погодные условия. Для того, чтобы правильно работали все соединительные части этого огромного космического корабля, нужна была погода не меньше, чем 11+. Но в январе месяце на территории Флориды, в мисок Канаверал, была погода минус 6. И люди очень ненавидели человека, который отвечал из многих специалистов за безопасность полета. И он говорил, мы не можем, потому что резина уплотнительная, она не в состоянии, она не будет работать так, как должна. Но в конце концов, власть имущих сильных людей, она убедила его, что нужно лететь. И вот результат. Такая оплошность, когда развалился самолет, развалился этот аппарат. Братья мои и сестры, когда мы с вами сегодня вот читаем эту историю, историю читаем о том, что Бог судил людей, и в жизни этих людей были некоторые вещи, которые очень важны нам сегодня посмотреть на них. Почему? Потому что мы с вами тоже живем в ожидании Господа. И нам нужно иметь дух ожидания Господа. Нам нужно быть занятым тем, чем мы должны быть заняты. Вот как раз, вот здесь-то как раз и заключается сегодня очень много в тех стихах, о которых мы с вами прочитали. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, кажется, первый момент. Люди, человечество, допотопное, оно отступило от Божьего дизайна. Оно начало делать что-то, но это было совершенно, не входило в тот порядок, который Господь определил для людей своих. Братья мои и сестры. И поэтому вот этот урок, он побуждает нас говорить сегодня об этом. Давайте посмотрим сегодня, с чего началось это падение, скольжение, катастрофе, когда Бог посмотрел на все устремления сердца человеческого и сказал, конец плоти пред лицом моим пришел для человека. Посмотрите, мы с вами читаем Бытие, 1 глава, 27-28 стихи. Это Божий дизайн. И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким живым, присмекающимся на земле. Когда мы с вами прочитали 1 стих 6 главы, мы с вами читаем, что люди делали то, что им предписано, не так ли? Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, и мы с вами прочитали, Бог говорит им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Знаете, в другом месте Писания написано, люди чрезвычайно увеличивались количественно на земле. Популяция человеков, живущих на земле, она росла, и она радовала Творца. Почему? Потому что это та часть необходимая, которой должны были заниматься люди. Много было земли, нужно было ее осваивать, и Господь побуждал людей. А заметьте, здесь есть еще и вторая часть. Обладайте землею, владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И вот здесь это владычество, менеджмент должны были осуществлять мужчина и женщина, Адам и Ева. Братья мои и сестры, это Божий план. Но когда мы с вами прочитываем о том, что как изменился дизайн, мы с вами читаем, а вот он как изменился. Трагедия заключается с вами во втором стихе. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Вроде все обычно. Любой из нас сегодня смотрит и выбирает спутницу жизни, обращает внимание на многие вещи, которые свойственны сегодня мужчинам и женщинам, не так ли? Но здесь в этом дизайне есть искажение, братья и сестры. Когда мы с вами знакомимся сегодня с толкованиями священного писания, обычно люди говорят, вот в этом втором стихе о сыне Божьи это ангелы. Иногда прямо говорят, что это ангелы являются ангелами падшие, ангелы, ангелы сатаны. И приводится ряд мест Писания из книги Иова. Настал день, и пришли сыны Божьи, между ними пришел и сатана. Септаугин-то, период, он говорит о том, что там написано, это были ангелы Божьи. Но это действительно в этом тексте у Иова написано о том, что это были Божьи ангелы, это не были падшие духи, демоны сатанинской армии. Это были Божьи люди, Божьи служители, Божьи ангелы. Но здесь говорится о Божьих сынах и дочерях, братья и сестры. Здесь говорится о том, что сынами Божьими это был род Адамов по Сифу. У Сифа родился сын, Енос. И вот с того времени, находясь, люди начали призывать имя Господа. Это явление не было только свойственно одному Еносу, как потомку Сима. Это была целая черта, прослойка в народе Божьем, когда люди начали искать и молиться Богу. Сыновья Еноса положили, Енос положил этому свое начало, братья и сестры. Теперь, когда мы смотрим с вами на этот стих, мы сразу видим и второй момент. Смотрите, здесь сказано было, что и сказал Господь в ответ на эти союзы, на их желания, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть дни их будут 120 лет. Это явление было очень оскорбительным для Господа. Люди поступали вопреки Его воле. Дух Божий противился, противостоял их Нему стремлениям. Но это люди делали, братья мои и сестры. Вы знаете, я когда размышлял над этим текстом, я взял момент из современного перевода Священного Писания. Вы можете смотреть, это сегодня оригинальный наш синодальный текст, но я прочитаю современный русский перевод этих текстов. Мы прочитаем для этого книгу Осии, 4 глава, 6-7 стихи. И посмотрим, как сегодня современный русский язык говорит об этом. «Мой народ погиб» из книги Осии, 4 глава, 6-7 стихи. «Мой народ погиб из-за неведения». Как ты не желал узнать, так и я не желаю, чтобы ты был моим священником. И как ты забыл закон твоего Бога, так и я забуду твоих детей. «Чем многочисленнее становятся они, тем больше они грешат против меня. Я же их гордыню обращу в позор». 10 стих. «Они будут есть, но не насытиться, будут совершать грех плоти, но останутся бездетными, ибо они оставили Господа и стали падшими людьми». Вот слово, которое здесь у нас есть, «издревле сильные, исполины, славные люди», в оригинале сказано «это падшие духи». Причина их, почему они стали падшими и богопротивными, заключается в том, что они уклонились от Божьей истины, которая им была доступна. Потому что они стали родниться с родом сынов Каина. Каин был человек безбожный. Он не знал живого Бога. Вы помните, когда родилось у Евы с Адамом двое сыновей, один из них первенец Каин, и Ева назвала его Каин, приобретенный от Господа. Дословно она считала, что это семя Яхве. Но когда мы с вами открываем страницы Нового Завета, первое послание, третью главу, первое послание Иоанна, мы там читаем о том, что Каин был от Лукавого. Его духовное рождение, оно было от сатаны. Десятый стих. Он говорит о том, что дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякий, кто поступает по правде, есть от Бога. Не поступающий по правде, есть от дьявола». Очень просто и конкретно Писание говорит о духовном пути. Это два разных носителя. И поэтому, когда люди оставили свое состояние, посмотрите, как здесь сказано в современном переводе, «Ибо они оставили Господа и стали падшими людьми». Братья и сестры. Посмотрите, сколько есть на страницах Священного Писания сегодня предупреждений для нас, с вами верующих, чтобы мы не поддались на эту уловку и не смешали Божие и Святое с ценностями этого мира. Посмотрите, как Иаков, брат Господень, нас предупреждает. Четвертая глава, четвертый стих. «О неверные, изменяющие Богу, разве вы не знаете, что дружба с миром это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Братья и сестры, как конкретно брат Господень сегодня отрезвляюще пихнет нам на эти попытки примирить непримиряемое. Посмотрите, первое послание Иоанна, вторая глава, пятнадцатый, семнадцатый стих. В русском варианте сказано, «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, у того нету места в сердце для любви к Богу?» Современный перевод говорит так. «Покончите с любовью ко всему мирскому». Это очень опасно. К самому миру, если кто любит мирское, то в его сердце нет любви к Богу. Ведь все, что есть в мире, все, чего жаждет наш взор, все, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но от мира суетного. Мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает. Тот, кто исполняет волю Божию, живет вечно. Братья и сестры, когда мы с вами открываем страницы, которые представляют нам путь Каина, посмотрите, что это за личность была. Когда Господь с ним беседовал и говорит ему, «Грех лежит у порога сердца твоего, он влечет тебя». Дословно это можно перевести, что это такой хищник, дикое животное, оно рвется к тебе, оно ждет этого момента, «Но ты господствуй над ним. Если ты пропустишь этот момент, оно овладеет тобой». Но на предупреждение Господь Никаин не среагировал должным образом. Вы помните, он восстал на Авеля, брата своего, когда они были в поле одни, и убил его. И Писание говорит, за что он его убил? За то, что его дела были праведны, а его собственные дела были злы пред Богом. Это образ жизни, он делал зло, потому что тогда, когда он не пободрствовал, сатана взял власть над его сердцем, и он стал этим идеологом. Вы помните, когда Господь его изобличил, когда Господь его проклял, проклят ты от земли, которая приняла кровь брата твоего, Авеля. Если ты будешь работать над землей, земля тебе не будет давать урожая, Господь ему сказал. И Каин тогда пошел и убежал от лица Господня, бежал на восток от Едема, и эта земля называется Нод. Что это значит? Нод – это значит место, это земля, куда бегут убегающие от Бога люди. И таких людей он был не один, там было их много. Вы помните, Каин создает свою систему ценностей. Ну, коль земля не будет мне рождать, коль она не будет меня благословлять, как должна, я знаю, чем я буду занят. И он начинает новую жизнь. Братья и сестры, если бы у нас сегодня было достаточно возможности посмотреть, как он называет своих сыновей, в этом есть что-то особенное сегодня для нас. Мало того, что он убегает от Бога, ведь тогда, когда мы бежим от Бога, братья и сестры, мы не живем, мы умираем, потому что мы живем только тогда, когда Бог в нашей жизни присутствует. Вы посмотрите, вот как написано в 72-м псалме, Асав говорит, вот, удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого человека, кто удаляется от тебя. Далеко от Бога это смерть, быть с Богом, это значит иметь жизнь. Посмотрите, как об этом свидетельствует Писание. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Вот здесь мы так читаем. Посмотрите, посмотрите, как Господь сегодня предупреждает нас, вот послание к римлянам 12.2, и пусть законы этого мира больше не руководят в мябе, вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для вас. Братья и сестры, посмотрите, сегодня, когда мы смотрим на эти стороны Священного Писания, братья и сестры, очень важно нам сегодня посмотреть и увидеть, увидеть. Не то, как люди это представляют. Посмотрите, написано, что это были люди издревле славные. Славные. Но какая история их печальная, братья и сестры. Они отступили от Бога для того, чтобы соединиться с этими людьми, которые были носители смерти. Их ждал суд. И поэтому, когда мы смотрим сегодня, посмотрите, как Бог смотрел на этот прогресс, в кавычках, для славных, великих, издревле сильных людей. Смотрите, как мы читаем, как смотрит Бог. Люди смотрят по-другому, люди хвалятся всем этим, но посмотрите, как смотрит Бог. И раскаялся Господь, шестой стих, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, говорит Господь. Братья мои, сестры, поэтому, когда мы смотрим сегодня на эти стороны, нам очень важно прибегать к оценке того, что делает Господь, не то, что думают люди о себе. Заметьте, здесь сказано о том, что, когда Господь смотрел, то, Он говорит, земля растлилась пред лицом Господним. велико развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Может быть, несколько сот лет прошло, когда Генос положил основание, и люди начали искать лица Господня, но когда они смешались с человеческим семенем, семенем грешных людей, они потеряли все это. Оставив Господа, они стали падшими, они водворились в другой жизни. Посмотрите, об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Худые сообщества развращают добрые нравы, соседство с таким контингентом людей всегда чревато опасностью, что общего у света с отьмой, 2 послание к Коринфянам, 4 глава, 14-18. Какая совместность храма Божия с идолами? Отрезвитесь как должно. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Люди забыли об этом предостережении, но Господь оставался, Господь ценил вещи, Господь видел это состояние человеков. Братья и сестры, между этим есть очень много сегодня того, что переживаем мы с вами, наше общество, в мире в нашем это творится. Вы знаете, на этой неделе читаю христианскую газету и сообщение о том, что сегодня из престижных энциклопедических словарей убрали в Англии имя Бог, Библия, покаяние, прощение, возрождение. Посчитали, что это не модно, не популярно, не толерантно и убрали. И вы уже найдете это только в других толковых словарях это слово. Оно стало оскорбительным, братья и сестры, если раньше вот эти все нетрадиционные сексуальные ориентации они вызывали сегодня особый тип людей. Они где-то жили там в темных местах. Сегодня это все вышло наружу и представляется как какое-то особое достоинство в их жизни. Посмотрите, мы с вами читаем, развратились люди на земле, потому что всякая плоть извратила свое хождение и Господь воскорбел в сердце своем и Господь стала печалиться сердце Творца и он выносит вердикт истреблю. Братья и сестры, и сегодня, когда мы с вами живем, держите открытыми свои глаза, смотрите на то, что происходит сегодня, молитесь Богу, потому что вот эта история, которую здесь мы с вами переживаем, она не заканчивается в том, Бог усмотрел себе сосуд этим сосудом, над которым он явил дело своей благодати, это был кто? Ной. Ной – это особый инструмент в руках Божьей благодати, он послужил искуплением, Ной стал первым праведником, Ной стал первым обладателем Божьей благодати, потому что эти слова впервые прозвучали и явились в судьбе Ноя, братья и сестры, и Бог его чудесным образом избавил. Писание говорит нам через апостола Петра, Бог знает, как избавлять благочестивых, братья и сестры, будем помнить, Бог не избавил отроков от печи, но Он сохранил их в огне, так что царь и его слуги дивились, не троих ли мы бросили в печь, но вот я вижу четверых, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Братья и сестры, вы помните, богобоязненного Даниила бросили в ров, и Бог не воспрепятствовал этим нечестивым людям, но Бог был с Даниилом, и львы не сделали ему никакого вреда. Бог знает, как избавлять, но я думаю, что будет у нас возможность, и мы с вами поговорим более детально о том, какими качествами обладал Ной, и что в его жизни достиг Господь. Братья и сестры, что сегодня от нас нужно, чтобы мы с вами были бодрствующими. Господь говорит, ожидая его, станьте бодрствующими людьми. Вот что Господь сегодня хочет от тебя и от меня. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Поэтому пусть Господь и в этом прославится в эти вечерние часы. Аминь. Помолимся Богу.